Субтитры делал DimaTorzok Первыми узнать имя преступника в киноновинке этой недели Слякоть, торнадо и любовь Так что 14 февраля можно смело отправляться на свидание и не бояться, что вы можете замерзнуть Погодные итоги уходящей недели подводит София Свирина Утро пятницы встречаем вместе с Дмитрием Петрухиным Ой, действительно, пятница уже, да, не заметили мы, а все так вот быстренько пролетело На 11 февраля на календаре мы всех приветствуем, это утро первых Ну что ж, в ближайшие два часа поговорим о том, о сём Самые актуальные темы будем поднимать с гостями Поговорим и о спорте, будем давать полезные советы В общем, друзья мои, располагайтесь поудобнее Нас ждут насыщенные два часа Итак, мы начинаем с новостей Возле дворца спорта появилась умная остановка Павильон оборудован подсветкой и USB-розетками В ближайшее время его дополнят электронными табло со временем прибытия общественного транспорта Городской глава пообещал, что до конца месяца калужане получат комплекс, который укроет и от дождя, и от снега В регионе начнут развивать новый олимпийский вид спорта Уже в этом месяце на базе областного центра спортподготовки появится центр развития баскетбола «Три на три» А в апреле в Космическую Калугу приедут олимпийские звезды Восемь сильнейших баскетбольных команд съедутся из разных стран на суперфинал Единой Лиги Европы Игры пройдут 12 апреля во дворце спорта «Центральный» Хорошая новость для любителей культового мультсериала «Футурама» Его возродят, причем в съемках продолжения будут принимать участие и создатели первоначальной версии В актерском составе без изменений практически все вернутся к своим ролям Производство собираются начать уже в этом месяце, а премьера состоится в следующем году На данный момент заказано 20 эпизодов Калужане стали чаще заниматься спортом За прошедший год прибавилось немалое число любителей и профессионалов Сейчас в регионе занимаются спортом почти 50% калужан К 2024 году эту цифру планируют увеличить и привлечь к регулярным спортивным занятиям 55% населения Самое милое видео этого утра им поделился пользователь Reddit На кадрах видно, как стая корки постоянно во время прогулки оборачивается Кто-то предположил, что собаки переживают и проверяют, не отстал ли хозяин Как бы там ни было, пользователей соцсетей это умилило и растрогало Начинайте утро правильно с порции милых новостей Еще раз подчеркиваю, на календаре 11 февраля сегодня пятница Сегодня третий олимпийский день И на играх 2022 года, зимних играх, игр, как сообщает Спортэкспресс Будет разыграно 11 комплектов, прошу прощения, 7 комплектов медалей Лыжников ждет гонка на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом Надежды россиян здесь связаны непосредственно с Александром Большуновым Который на играх в Пекине уже завоевал одну золотую медаль в подобном виде спорта В олимпийском турнире по биатлону в пятницу пройдет женский спринт Также сборная России по хоккею сыграет с датчанами Причем при удачном стечении обстоятельств Россия может выйти на первое место и попасть в четвертьфинал Если сборная Швейцарии отнимет очки у Чехии И еще российская мужская сборная по керлингу также сыграет с датчанами в эту пятницу Соревнования по скелетону пройдут в пятницу утром и вечером по местному времени Утром также состоится финал по сноубордическому хафф-пайпе Но здесь Россия не представлена И в конькобежном спорте мужчины выйдут на старт самой длинной дистанции 10 тысяч метров Это серьезная дистанция для тех, кто самый выносливый, для тех, кто самый сильный Здесь наши надежды связаны с Александром Румянцевым А в забегах на тысячу метров у женщин Россиянка Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова стартуют в одном забеге Так что держим кулачки за наших, болеем На данный момент у нас сейчас положение 11 место в общем медальном зачете По золотым медалям Ну что ж, мы продолжаем это утро первых Далее прогноз погоды Далее прогноз погоды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Очень хочется, чтобы родители, конечно, обращали внимание на интернет, где находятся дети По каким сайтам они ходят Потому что очень много негативной информации поступает к нам из интернета Мы, конечно, взрослые люди Можем это все отслеживать и понимать, куда нам стоит заходить, на какие сайты нет Дети на это внимания не обращают И происходит всякая ненужная информация попадает им в голову И они не понимают, как с этим бороться и как дальше им жить Родители, контролируйте своих детей не только, где они гуляют, но и где они И какие сайты они посещают Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 7 часов 8 минут просыпаемся вместе Вместе с вами утро первых Сегодня стартует Стартует в инновационно-культурном центре Очень интересное мероприятие Информационной открытости Семинар У нас очень интересные Смог воспринимать информацию Полезного контента Это информация Это о проводимых мероприятиях Для некоммерческой организации Это прежде всего Ее направление деятельности Целевая аудитория Проекты, которые они реализуют А кто будет принимать участие в подобных семинарах? Кто может принять участие? Может принять участие любой желающий Но так как наш проект направлен на некоммерческие организации Мы основной упор делаем на сотрудников НКО Для того, чтобы им объяснить Как наиболее правильно обеспечивать информационную открытость Вот сейчас в Калуге Ну я не знаю Вы в основном по Калуге же действуете, правильно? Да, да Сколько у нас некоммерческих организаций Которые с вами напрямую взаимодействуют? На самом деле по данным Ньюста Зарегистрировано около полутора тысяч некоммерческих организаций Ну наверное активных из них около пятидесяти С которыми мы взаимодействуем Слушайте, ну это очень маленький процент Именно поэтому мы стараемся проводить как можно больше мероприятий Для того, чтобы адаптировать некоммерческие организации для работы в области Какие некоммерческие организации в первую очередь в последнее время Скажем так, поучаствовали в ваших различных проектах и получили вашу поддержку? На самом деле некоммерческих организаций очень много Занимаются самыми разными направлениями деятельности Это экология, наука, образование, патриотическое воспитание молодежи Самые разные направления сейчас набирают популярность Вот в 22 году на ваш взгляд самые актуальные проблемы Какие будут решаться с помощью некоммерческих организаций? Наверное, те, которые касаются нравственных ценностей Воспитания, поддержки семьи, детства Конечно, поддержка молодежных проектов Вот тот проект, который у вас называется «Лицом к лицу» Кто дал ему старт? Кто эта инициативная группа, которая составляла все эти семинары? Автором проекта является директор ресурсного центра «Инициатива» Попков Игорь Валерьевич Работает над этим проектом команда нашего ресурсного центра И мы, собственно, занимаемся проведением всех этих семинаров Алиса, я честно признаюсь вам, я зашел, перед тем, как мы пообщались с вами Я зашел накануне на ваш сайт и посмотрел, чем занимается непосредственно ресурсный центр «Инициатива» Там очень много написано про поддержку непосредственно некоммерческих организаций То есть там вот очень много текста, который на это направлен Но вот я не увидел конкретный проект, который вот были реализованы Конкретные некоммерческие организации, которые, ну, предположим, в 2021 году получили поддержку ресурсного центра И как-то, ну, смогли выйти на новый уровень именно благодаря сотрудничеству с вашим центром? Один из главных проектов, который был реализован в 2021 году, это проект «Доброзавтрак» Это мероприятие, на котором собираются в самых разных местах для неформального общения представители некоммерческих организаций И путем такого общения и взаимодействия НКО приобретают новые знакомства и реализовывают какие-то совместные проекты То есть такая совместная коллаборация – это авторский проект ресурсного центра И это прекрасно! И вот, ну, самая главная тема нашего сегодняшнего общения То, что вы стали победителем конкурса непосредственно в 2021 году фонда президентских грантов Как поможет вам непосредственно президентский грант реализовать у себя ваши задачи? Часть финансирования как раз будет выделена фондом президентских грантов Именно эту материальную поддержку мы направим на реализацию семинаров в рамках проекта Кстати, это же тоже очень интересная тема Потому что все некоммерческие организации, они прежде всего нуждаются в чем? В финансовой поддержке Как привлекать инвесторов для своих проектов? И как участвовать вот в таких президентских соревнованиях на президентских гранты? Проходят ли у вас подобные семинары? Да, у нас проходят обучающие семинары не в рамках данного проекта Где мы рассказываем некоммерческим организациям, как заниматься грант-райтингом И написанием проектов на грантовые заявки Но все-таки давайте вернемся к тому проекту, который стартует сегодня в инновационно-культурном центре в 14.30 Проект лицом к лицу обеспечения информационной открытости для некоммерческих организаций Вот какой резонанс в обществе среди некоммерческих организаций это вызвало? Откликнулись ли люди и хотят ли они участвовать в этом проекте? Да, буквально пару дней назад мы в своих социальных сетях разместили публикации о том, что 11 февраля, собственно, сегодня будет стартовать проект И довольно много участников откликнулось даже на презентацию проекта Сегодня также у нас будет особый гость, это директор агентства социальной информации Елена Андреевна Тополева-Солдунова И данная публикация вызвала большой резонанс Мы даже сделали предварительную регистрацию, потому что в связи с ковидными ограничениями у нас ограничения в 50 человек участников Вы сказали, что в рамках самого проекта пройдет как минимум 11 семинаров 8 8, прошу прощения 8 семинаров Выборочно можно будет в них участвовать? Да, любой желающий сможет принять участие выборочно, но для того, чтобы дальше принять участие в конкурсе, который тоже заявлен в рамках проекта Нужно будет посетить все семинары, то есть 4 А что подразумевает под собой, ну точнее не участие, а победа может быть в конкурсе, потому что конкурс это по определению победы? Конкурс журналистских работ прежде всего для победителя обеспечит поддержку со стороны региональных СМИ, со стороны ресурсного центра, то есть будет самая наилучшая работа размещена на ведущих площадках и ресурсах Тем самым мы тоже обеспечиваем информационную открытость То есть мало того, что они получат знания, как собственно пользоваться социальными сетями и открытыми ресурсами, так они еще получат доступ к этим ресурсам Все верно Ну что ж, Алиса, спасибо огромное за то, что вы к вам пришли, еще раз напоминаю, сегодня 14.30 в инновационно-культурном центре, семинар «Лицом к лицу» обеспечения информационной открытости НКО А мы продолжаем, Сергей Верхоламочкин расскажет, как правильно сочетать хвойные растения на своем участке Всем зеленый привет! Сегодня я расскажу о хвойных растениях, используемых на альпийских горках В русских традициях этой группе отдается большая часть территории Это связано с долгой зимой Вечно зеленые растения украшают территорию в течение всего года Современная селекция предлагает большое разнообразие форм и цветов для хвойных Из горных сосен в качестве солитера или посадки на плато горки подойдут сорта мугус и пумилио Эти растения вырастают до полутора метра в диаметре и хорошо переносят наш климат От них отличается Винтерголд Эта сосна при снижении температуры ниже 0 градусов становится золотистого цвета Суперкарлики из горных сосен вырастают не более 50 сантиметров за всю жизнь Это такие сорта, как мопс и хампи В год они прирастают не более 2-3 сантиметров Канадская ель коника выглядит как пирамида Ели обыкновенные литл гем и ниди формис вырастают в форме шара от 50 до 150 сантиметров в диаметре Есть и карликовые пихты, например, корейская нано Похожа на подушку шириной 50 сантиметров Большой группой представлены можжевельники Эти растения неприхотливы и быстро разрастаются Из стелющихся форм подойдут горизонтальный Вилтони, Блю Чип, Блю Форест Они голубого окраса и в высоту не превышают 10 сантиметров Есть и более крупные формы Это можжевельники средние и казацкие Сорта «Таморосцефалия», «Масс», «Олголд», «Минджулеп» В ширину вырастают до 2-2,5 метров Можно использовать в ландшафте и некоторые сорта туй Обычно это шаровидные карликовые сорта «Даника», «Тинитим», «Голден туфит» Для поддержания красоты растений их необходимо подкамливать магнийсодержащими удобрениями Это придаст хвое яркий, насыщенный цвет Благодарю всех за внимание До скорого! Мы продолжаем это утро первых До проката Добралась детективная драма С чем я вас и поздравляю Называется она «Смерть на Ниле» Продолжение фильма «Убийство в Восточном Экспрессе» 2017 года Который я, кстати, смотрел на широком экране Мне очень понравилось Я уверен, что продолжение будет тоже не менее грандиозным Но, кстати, именно это мы сейчас и будем обсуждать с нашим видеоблогером Илья Маклауд Илья, доброе утро! Доброе! Итак, удалось ли создателям картины превзойти свою предыдущую работу «Убийство в Восточном Экспрессе»? Это первый вопрос, который нас интересует Я не уверен, что удалось превзойти Но мне кажется, что они прям нормально продолжили То есть это вот прям рядышком совсем получилось Именно по уровню поэмоциональному А ты прям успел сходить уже? Да А давно в прокате-то? Вчера Только стартовал? Да То есть ты на премьере был? Да, да Сколько длится, Велик? Около двух часов Ох, как здорово! И это прям классическая детективная история Да, это прям вот Ну, это же Агата Кристи Здесь прям классический детектив То есть прям ограниченный круг подозреваемых Все в замкнутом пространстве Ну, как и в предыдущем кино И вот, собственно, Эрикюль Пуарова Методично выбирает, кто же из подозреваемых Собственно, замешан в убийстве Уж простите за спойлер фильма В фильме «Смерть на Ниле» Да, мне кажется, очевидно Ну да Где Эрикюль Пуаро, там, значит, по-любому было какое-то преступление А в частности, убийство Что мы можем сказать об актерском составе? Эрикюль Пуаро тот же самый? Да, это Кен Бран, он же, кстати, режиссер фильма Он, собственно, и предыдущий фильм ставил Да, и сейчас тоже Мне кажется, что удачный образ Он, конечно, в отличие от экранизации Где эту роль исполняет Дэвид Сушер Он все-таки такой более эксцентричный здесь получился Но это можно списать, собственно, на Такое, как бы, немножко режиссерское Или там авторское видение В целом это не портит кино То есть и так достаточно Ну, фильм и предыдущий И этот, они достаточно То есть остальные образы, они очень такие чопорные Консервативные все-таки Еще до действий происходит Еще до Второй мировой войны То есть немножко мир по-другому выглядит Но вот он такой разбавляет Он такой живчик такой, в общем Мир делится на две половины Те, кто... Нет, даже на три, я бы сказал, на три части Те, кто читает Агата Кристи Те, кто смотрит фильмы по Агата Кристи И те, и другие Понимаешь, вот есть те, которые спорят Что, а, книга лучше, чем фильм Фильм лучше, чем книга И те, кто поддерживает и ту, и ту сторону И с удовольствием не читает книгу И ты кому относишься? Ну, я читал Агату Кристи Но конкретно эту книгу нет То есть, соответственно, ну, так получилось Я, у меня вообще политика такая Я, если есть возможность То есть вот выходит фильм Я такой, а, это экранизация Я вдруг не читал Я такой, не буду читать Посмотрим кино Как кино справится со своей историей То есть, ну, поэтому я как-то спокойно отношусь к тому Что, как бы, люди не читают, но смотрят Или люди, соответственно, читают и не смотрят Мне кажется, если по книге произошла экранизация И вы не читали эту книгу Надо сначала смотреть кино Потом читать книгу Потому что, как правило, книга, она глубже и интереснее Ну, да, естественно То есть, здесь Ну, это опять же То есть, потом просто от фильма останется разочаровать Да, дорогие зрители Это мнение только Не нужно так обязательно делать Если вам вдруг книги нравятся То, конечно, книги как бы тоже имеют Скажем так, место на ознакомление Возможно, даже приоритетное Но, тем не менее, мне кажется Что вот такая политика Я такой придерживаюсь И смотрим кино Может, меня не понял Наш телезритель То есть, сначала надо посмотреть фильм А потом прочитать книгу Потому что, если вы прочитаете сначала книгу А потом посмотрите фильм В 80% случаев Во-первых, вы раскроете все подробности Да, ну, а во-вторых Вам может не понравиться фильм Потому что книга Она глубже насыщенная Различными событиями и деталями Поэтому, да Лучше не портить себе послевкусие Значит, продолжая тему непосредственно Самой смерти на Ниле Вот тебе сам фильм понравился А ты вот получил все ожидания, которые были? Ну, да То есть, там была интрига для меня Ну, я же не в курсе всех событий То есть, была интрига То есть, детектив вообще классический Замечательный, камерный Мне все очень понравилось А актерский состав Вот кроме, собственно, Кенета Брана То есть, там другие роли Тоже все здорово Все вписались, как мне показалось Вот, кстати, очень много людей Я знаю, смотрят Любят классические костюмы красивые Так Все хорошо То есть, в этом плане Фильм практически идеальный Есть там какие-то условности, конечно К этому фильму Но их простить можно Потому что мы, собственно, не жили В те времена Там, 37-й год, по-моему, описывается Не замечаем этих недочек Да, нет То есть, ну, да, вполне, почему нет Когда мы смотрим фильм Вот, понимаешь Оно сразу нас окунает Вот в ту историю Да Ты смог окунуться в ту атмосферу Которая была в 37-м году? Да Ну, там, собственно, не показывается Там, как бы, опять же Тут надо понимать Фильм-то камерный То есть, там показывается Теплоход Который плывет по реке В основном То есть, там, понятно, есть предыстория Некоторые, да, но основное действие Происходит именно там То есть, то, что там вокруг Ну, да, Египет Да, там что-то показывает Какие-то пейзажи Но в основном-то, как бы, все на теплоходе происходит Поэтому, как бы, атмосфера Прочувствовать прям атмосферу мира Именно, в котором происходит действие Тяжело Потому что я не был, собственно Не плавал, прикинил на теплоходе Я не знаю, как там Но И не жил в 37-м году, опять же Вот Но, тем не менее То есть, там все достаточно правдоподобно Все хорошо Глубоко Некоторые критики утверждают Что первая часть фильма Она была подзатянута Ты с этим согласен? Вступительно, видимо Речь идет об этом Я бы не сказал Всегда Я, наоборот, считаю Что, когда Дается хорошая экспозиция История Это, как бы, здорово Там нет такого То есть, фильм не затянут в целом То есть, ну, два часа, друзья На одном дыхании, да? Ну, это же немного Для современного кино Два часа-то То есть, у нас и три часа сейчас Фильмы идут Я, на самом деле, очень переживаю Когда фильм всего час сорок То есть, ну, прям Ты не успеваешь насладиться И раскрыть все тем Вполне Вполне Там даже успели Несмотря на это Всех персонажей Самая большая проблема Всех детективов, я считаю Когда ты уже в первые Там, двадцать минут Понимаешь, кто убийца Здесь Нет, я не смог Не угадал Были мысли, но я не угадал Тот же самый Мы сказали о том, что актер Это и есть режиссер Какие еще его работы И, ну, помимо того, что Восточный экспресс Стоило бы посмотреть И есть ли удачный Удивительно Первый тор Да Как бы, ну, совсем Ну, вообще, да С корабля на бал Получается Да, то есть, ну, почему нет Так, это вот То есть, третий ты только Трока фильм Нет, ну, это если брать Именно режиссерские работы Я просто знаю, что он еще Приложил руку к рок-волне Он там писал сценарий Частично И, опять же, снимался Это фильм 2009 года, по-моему Вот, опять же, кто не смотрел Рекомендую Вот, ну, вот Такой вот Это же британский Режиссер-актер Он в основном Как бы в постановках Театральных занят А тут вот, ну, вот так Кино – это одна из самых Обсуждаемых тем Но я тебе открою тайну Самая популярная тема Для разговоров Когда люди встречаются на улице Это, конечно же, разговоры о погоде И с этой задачей Прекрасно справляется Моя коллега София Величко Всем доброе утро Самое время подвести Погодные итоги этой недели Эта неделя в Калужской области Выдалась влажной Со среды мы наблюдаем Отепель уже по всей территории области Такая теплая погода Пробудет у нас до конца этой недели А уже с выходных Начнется небольшое похолодание На Кубани Паводок затопил более 2000 гектаров полей Это произошло из-за Обильного таяния снегов Сразу несколько населенных пунктов Оказались затопленными Ушли под воду поля Засеянные различными культурами Теперь неизвестно Как сложится с урожаем в этом году Проливные дожди на западе Колумбии Стали причиной оползня Который сошел на жилой район Ущерб и количество разрушенных строений Подсчитывается Из-за риска схода нового оползня Спасатели эвакуировали людей Из 60 домов На Кубе водный смерч Проник на сушу И превратился в разрушительный торнадо Сообщается о повреждениях крыш Повальных деревьях И линий электропередач Куба в последнее время Страдает от многочисленных ливней В частности, холодный фронт Вызвал сильный локальный шторм На пляжах Восточной Гаваны В некоторых районах Выпало до 120 мм осадков На следующей неделе похолодает только к выходным Все остальное время Столбики термометров будут примерно в одном значении 0 градусов днем И минус 1, минус 5 градусов ночью Так что 14 февраля Можно смело отправляться на свидание И не бояться, что вы можете замерзнуть От любви, естественно Теперь давайте узнаем Какая погодка ожидает нас в ближайшие выходные В субботу, 12 февраля Ожидается переменная облачность И небольшой снег Ночью и днем минус 1,3 градуса В воскресенье, 13 февраля В течение суток ожидается небольшой снег Ночью минус 5,7 Днем 0, минус 2 Вот такая погодка Пока-пока Смотрите далее в программе Утро первых Почему молочку нельзя сочетать с соленым О продуктах, с которыми любовь не построишь Расскажет наш утренний гость Внешний вид обманчив Он не приручается Даже прожив много лет рядом с человеком Про дикий нрав манула Расскажет Людмила Жданова В натуре Олимпийские тренды Пользователи стали использовать это выражение Как хэштег под видео В поддержку олимпийца Степан Амелин и его призывы Болеть за наших Ведь иначе дома не поймут Сегодня пятница, 11 февраля С чем я вас поздравляю Утро первых Далее в нашей программе новости Ковид теперь подтверждает По результатам экспресс-теста Это значит, что дополнительно сдавать ПЦР не придется Тех, у кого обнаружат вирус на основании мобильного теста Учтут и в статистике заболеваемости На сегодняшний день все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном количестве Напомним, если вдруг вы заболели Для оформления больничного листка в поликлинику Идти не придется Это можно сделать дистанционно, позвонив по номеру 122 Филолог Михаил Асачи предложил заменить англоязычный термин QR-код Дело в том, что англоязычная аббревиатура, которая переводится как код быстрого отклика Понятно не всем россиянам, а у некоторых даже вызывает раздражение Филолог предлагает использовать термин графический код По мнению Асачева, такая замена сможет привести к тому, что антиковидные ограничения будут восприниматься более позитивно Американские фермеры выпустили духи с запахом картошки фри В основе аромата – эфирные масла картофеля Золотистый цвет парфюма отсылает к поджаренной корочке А символическая цена – 140 рублей к стоимости порции блюда На этом американские фермеры останавливаться не собираются Если эти духи будут востребованы, они выпустят парфюм с ароматом печеного картофеля В Бостоне женщина во время видеосовещания невольно спасла жизнь троим рыбакам Она заметила столб дыма в океане, который был виден из окна ее офиса После того, как на ее глазах лодка скрылась под водой, она тут же набрала спасателя Позже выяснилось, что без ее вмешательства люди на борту могли погибнуть в ледяной воде Похожая история произошла и в Воронежской области Там, благодаря неравнодушной пенсионерке, был спасен пес из ледяной реки Собаку отогрели и благополучно вернули хозяевам А вы видели выступление Камилы Валиевой, друзья мои, на Олимпийских играх в Пекине? Это просто невероятно Я вам могу сказать, если вы слышали про этот скандал То, что нашу 15-летнюю фигуристку в командном зачете, когда она взяла золото Они не дали ей заслуженную медаль, потому что у нее, видимо, положительная, вроде как положительная допинг-проба была Так вот, друзья мои, если вы слышали об этом выступлении, но не смотрели его, вы должны обязательно это увидеть Потому что то, как исполняет на льду свой номер Камила Валиева Я могу сказать, за всю свою историю наблюдений за Олимпийскими играми, вообще за фигурным катанием я не видел ничего подобного Она просто богиня на льду И я теперь понимаю, почему на нее обрушились со скандалом и пытаются сорвать ее сольное выступление Ну, потому что деморализовать, можно сказать, так они решили Камилу Валиеву Потому что ей равных просто нет Она будет разрывать всех И еще, кстати, долгие-долгие годы она будет приносить медали и на международных, и на олимпийских соревнованиях обязательно Но, есть, собственно, и хорошая информация Валиева официально разрешили продолжить выступление на Олимпиаде Спортсменка протестовала временное отстранение 9 февраля Русада Приняла решение его снять Таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх Скажено сообщение, а как по-другому? И, собственно, как же Кремль будет ориентироваться? Кремль будет ориентироваться на официальную информацию Международного Олимпийского комитета По поводу допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Цитирую, как он прокомментировал это Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо Мы не будем присоединяться к этому встроенному ряду кричальщиков Резюмировал Песков В общем, друзья мои, главное в этой теме то, что Камила Валиева продолжит выступление И, конечно же, продолжит завоевывать Олимпийское золото Кстати, эту тему мы сегодня еще будем поднимать вместе с нашим спортивным экспертом Буквально через несколько минут Далее прогноз погоды Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В Российской Федерации разработаны правила поведения при возникновении террористической угрозы В случае обнаружения бесхозных или подозрительных предметов Не трогать Не передвигать Не вскрывать Отойдите на безопасное расстояние Вызовите сотрудников правоохранительных органов и дождитесь их прибытия Не принимайте никаких предметов от незнакомых людей Взрывные устройства могут быть замаскированы под обычные предметы Сумки, рюкзаки, мобильные телефоны и даже детские игрушки Обращайте внимание на расположение эвакуационных выходов, находясь в общественных местах Сообщайте обо всех подозрительных ситуациях без промедления по телефонам У ФСБ по Калужской области 50-55-05 Дежурная часть ОМВД России по Калужской области 502-800 Или по единому номеру вызова экстренных служб 112 Будьте бдительны и ваши действия помогут в предотвращении теракта Я вас прошу, не руку протяните Лишь оперевшись встать смогу Вы мимо детских глаз не проходите Быть может вам я скоро помогу Возможно я врачом или поэтом стану Смогу других людей или детей спасать Я излечу душевную вам рано И научу о лучшем будущем мечтать Мне не нужна излишняя забота Я многого достичь смогу сама Сейчас пока что я еще ребенок Осознающий Инвалидность не беда Государственная программа «Доступная среда» Далеко от телевизора Не отходите Еще встретимся Итак, мы продолжаем это «Утро первых» Просыпаемся вместе Даже ребенок знает, что нельзя употреблять вместе сюлетку и молоко Но на самом деле несовместимых с друг с другом продуктов гораздо больше Эту тему мы сегодня поднимаем вместе с врачом общей практики семейной медицины Татьяна Карпова у нас в гостях Доброе утро Доброе утро Прямо вот с самого первого Селедка и молоко действительно несовместимы продукты? Действительно несовместимы продукты Серьезно? Конечно И прям вот проблемы будут? Я просто никогда не рисковал даже Не пробовал, я не знаю Мы как раз сейчас это обсудим Да, селедка это белок, это белки, это мясо Молоко тоже А белки с белками несовместимы И отдельно молоко это тоже очень сложный продукт Подождите, а творог с яйцами, это тоже белки? Тоже несовместимы? Совершенно верно Молоко вообще несовместимый продукт Молоко это отдельный прием пищи Если мы уже начали с молока, давайте и продолжим Смотрите, молоко это сложный продукт У него очень сложный состав Там идут белки, жиры, казин И сейчас очень много споров по поводу молока идут Одни эти долги говорят, что убираем молочку Вообще не употребляем Переходим на немолоко Другие говорят, что все нормально На самом деле молоко можно употреблять Если его употреблять отдельно Очень сложный продукт Практически ни с чем не совместим С творогом тем более Это прям вообще, да Я вот с утра встаю, творог со сметанкой И еще стаканчик молока Смотрите, когда мы употребляем регулярно Постоянно продукты Которые между собой несовместимы Постепенно идет загрязнение организма Продукты, которые не дружат между собой Несовместимы Они вызывают продукты гниения и брожения Постепенно загрязняется кровь При регулярном употреблении Вроде бы сначала вы ничего не испытываете Все нормально Но потом у вас начинают воспалительные заболевания Возможно это гастрит Возможно это язва Или же начинается поджелудочная То есть день за днем А поджелудочная работает в большом таком ритме То есть если бы вы потребляли просто творог Или просто молоко Все классно, как бы поджелудочная Это переварила А тут постоянно нагрузка Как становую тягу делаете Каждое утро, а вы не хотите То есть все-таки Несовместимые продукты Это не миф Конечно не миф Это реальность Которую нужно знать Сейчас я вам сразу вторую задачку преподнесу Один мой знакомый, бывший, лучший друг Сказал о том, что огурцы и помидоры Это тоже несовместимые продукты А как же мы этот салатик вообще Вот просто Смотрите Что нужно понимать Есть продукты, которые перевариваются классно в кислой среде Допустим, это мясо Для них нужна кислая среда в желудке Есть продукты, которые перевариваются в щелочной среде Это, допустим, каша И вот, допустим, белки с кашей несовместимы Или бы с макаронами и с картошкой А гречка с молоком? Сейчас подождите, я отвечаю на вас вопрос И огурцы с помидорами, это тоже Для них нужна разная среда Слабо-щелочная и кислая И они тоже несовместимы Но есть такие виды исключения Что если вы это употребляете Смотрите, если брать мясо Это прям сложный продукт И там точно будут проблемы на регулярной основе Если вы будете постоянно кушать каждый день Мясо с макаронами Мясо с картошкой Мясо с грибами Или мясо с орехами Белки с белками тоже несовместимы Но если речь идет о более таких несложных продуктах Как огурцы и помидоры Если вы это употребляете с самого детства То, скорее всего, у вас Ну, плюс из поколения в поколение Есть какая-то адаптация Да, адаптация есть Да, допустим, смотрите Молоко, я сказала, это тоже продукт несовместимый Но у нас так заведено Ну, как это пюре? Молока Ну, это наша еда, да Да? Нам же с детства давали это молоко Это как острый перец для азиатов, конечно Совершенно верно, точно Вот такие Но есть грубые ошибки Такие, как я сказала Белки с белками несовместимы То есть мясо и орехи Сыр и яйцо Молоко и творог Наш самый любимый завтрак Яичница Колбаса и сыр Если вы так будете регулярно употреблять То вам к 40, 50, 10 лет будет Это панкреатит в лучшем случае Сахарный диабет тоже не очень Онкология Самая плачевная ситуация Когда вы будете употреблять регулярно На постоянной основе Каждый день Ну, еще Сократ сказал Относитесь к еде как к лекарству Иначе будете кушать лекарства Как к еду Это факт, да Поэтому нужно будет к этому отнестись Очень серьезно А как же тогда есть-то? Я вот Вы просто сказали такие вещи Макароны с мясом Макароны по-флотски Это же вообще классика То есть как можно макароны без мяса есть? Смотрите, всегда нужно понимать Что речь идет о постоянном регулярном употреблении Если вы хотите, раз вместе Скушайте эти макароны по-флотски Да, хорошо, скушайте Но каждый день кушать не нужно Речь идет о регулярном, постоянном употреблении То есть старайтесь все-таки отделять белки от белков И мясо от макаронов Макароны классно сочетаются с овощами Опять-таки эти все итальянские пасты овощные Это очень классно идет Макароны даже с сыром сочетаются Но с мясом лучше не сочетать Мясо вообще лучше употреблять с зеленью Со шпинатом, с руколой Вообще мясо, оно обладает Петрушка, кинза Совершенно верно Огурцы можно добавлять? Можно, можно Овощи совместимы со всем Мясо мы едим с овощами и зеленью Да, совершенно верно Каши мы с чем едим? Каши мы можем употреблять с овощами Что нельзя с кашами употреблять? Фрукты Сейчас тоже буду разбивать стереотипы Вот эта самая красивая тарелочка Утренняя, как сейчас особенно Да, модно-модно Вот идут ягодки туда Да, да, да Вот это все будет приводить к брожению, гниению От этого будут колики, вздутие От этого, а после такого завтрака Часто нам хочется спать Потому что это все не переваривается Фрукты это отдельный прием пищи Они не сочетаются ни с чем вообще Когда вы лучше всего в периоде дня принимаете фрукты? Да, фрукты отлично подходят между приемами пищи Между завтраком и обедом Между обедом и ужином И если вы вдруг хотите кушать, допустим, да У вас обед в час, допустим А вы в 12 уже хотите кушать За 30-40 минут до приема пищи Можно фрукты употреблять Они перевариваются очень быстро Буквально 20-30 минут Даст вам энергию, даст вам бодрость Какую-то сытость Но через 30 минут вы опять захотите кушать Поэтому вот как раз Когда вы понимаете, что вы хотите кушать Но еще нет возможности Вы где-то идете за рулем Либо там, ну, нет возможности съесть И спокойно, адекватно, хорошо покушать Тогда вы можете перекусить фруктами По сути, фрукты это перекус Ну и последний вопрос буквально Ягоды действительно несовместимы ни с чем? Действительно несовместимы Ягоды это относится к фруктам Поэтому ягоды лучше тоже употреблять отдельно Спасибо вам огромное Конечно, вы для нас раскрыли просто все секреты А самое главное, я понял, что я вообще неправильно питаюсь Следите за своим питанием И посмотрите, что вы сейчас употребляете на завтрак Это «Утро первых» Мы продолжаем Здравствуйте! Ручной кот или хищный зверь? Манул лишь только внешне похож на домашнего питомца Этот представитель семейства кошачьих В англоязычном варианте носит также название Паласов-кот По имени его первооткрывателя Немецкого натуралиста Петера Симона Паласа А вот название Манул в русском и латинском языках позаимствовано из монгольского языка Ареал обитания Манула – Центральная и Средняя Азия В России его можно встретить в Забайкале, Тыве и на Алтае Это небольшое, до 65 см, длину животное, весом до 6 кг От обычной кошки Манул отличается более плотным массивным телом на коротких лапах И толстым, как бы обрубленным хвостом Особое украшение морды, густые бакенбарды и большие желтые глаза Манул – рекордсмен среди кошачьих по густоте меха На 1 квадратный сантиметр приходится 9000 волосков, которые могут достигать длину до 7 см Благодаря такой теплой шубе Манул способен выдерживать морозы до минус 50 градусов Этот степной кот предпочитает селиться в пересеченной местности с выходами скальных пород Именно в таких местообитаниях есть одновременно как укрытие, так и корм Колониальные пищухи и грызуны Пропитание Манулы добывают из засады Подолгу подкарауливая пищуху или полевку у входа в нору Длительное неподвижное выжидание, молниеносный бросок и кушать подано Манул – чемпион по игре в прятки И обладает поразительной способностью искусно затаиваться Благодаря в том числе серо-охристой защитной окраске А все потому, что бег на длинные дистанции – не его козырь Ну а когда все-таки приходится спасаться бегством, старается скрыться в нише или норе, на скале или на дереве И даже зная место, где спрятался зверь, его чрезвычайно трудно найти Невзирая на то, что Манул выглядит как типичная мелкая кошка Он не приручается, даже прожив много лет рядом с человеком и не идет с ним на контакт А если кто-то вторгается в личное пространство Манула То хищник обычно не агрессивный, может стать очень опасным Ведь его клыки почти в три раза длиннее, чем у обычной кошки Изображение Манула встречается на марках и монетах не только тех стран, где он обитает Но и там, где он никогда не был – в Европе и Африке В 1964 году изображение Манула было опубликовано на одной из советских спичечных этикеток А в 1996 году в Туркменистане в серии «Редкие исчезающие животные» Была выпущена памятная серебряная монета номиналом 500 монат, изображающая этого котика В 2016 году монету с изображением Манула номиналом в 2 рубля в серии «Красная книга» выпустил Банк России И не случайно, ведь паласов кот – редкий в нашей стране вид, который продолжает сокращаться А местами совсем уж находится на грани исчезновения Из природных факторов на количество Манулов оказывает влияние высота снежного покрова Для Манула и 20 см уже бедствие На степных ромнинах, в тростниковых и кустарниковых зарослях для Манула губителен пожар Если нет надежного укрытия, убежать от огня кошка не сможет В истории со снижением численности Манула прикладывает свою руку и человек Это браконьерский капканный отлов и охота Отравление приманками для волков и ядохимикатами Распашка и освоение земель под пастбище Поэтому живет степной кот еще и на страницах Красных книг России, Забайкальского края А также республик Тыва и Бурятия Это еще далеко не все, чем Манулы могут вас удивить Поверьте, а лучше проверьте Природа гораздо интереснее, чем вам кажется Мы продолжаем это утро первых Приветствуем всех, кто к нам присоединился Проснулись, сладко потянулись Ну что ж, продолжаем И значит, самая основная тема, конечно же, на грядущей и прошедшей неделе Это Олимпиада в Пекине Она продолжается О том, как прошла эта неделя И всю самую полезную, полную и достоверную информацию Будем получать от автора ведущего программы на спорте Антон Носов у нас в гостях Антон, доброе утро Доброе утро Я не понимаю, что у тебя с колен? Ты с Олимпиады вернулся? То есть профессиональная травма? Неделю назад я приходил, когда был Юр Голаян Он также удивился Нет, нет, это все футбол Вот Наверное, может быть, старость моя уже Все, ноги не держат Вот теперь вот так только Теперь ты в качестве зрителя, прежде всего Чем порадуешь нас? Ну, сегодня седьмой день Олимпиады И мне кажется, где-то к пол-одиннадцатому К одиннадцати часам у нас будет медаль В лыжных гонках Александр Александрович Большунов Я думаю, сегодня Хочется верить, что будет золото еще одно Но, как минимум, в тройку мы попадем Вот, наверное, самое главное на сегодняшний день Вот точно у нас будет медаль Потому что вчера медалей вообще не было Что касается конькобежного спорта Сегодня 10 тысяч бегут мужчины Тысячу метров бегут женщины Есть ли какие-то перспективы у нас В этом виде спорта? Хорошо, что если меня сейчас не видит Колжанка Анна Чернова Которая очень переживает За эти спорты Не знаю, пока, мне кажется Вот какой-то, наверное, скорее Если везение, счастье Сегодня все звезды сойдутся Тогда, да, пока вот именно Быть какой-то уверенности Как в лыжных гонках, к примеру У меня нет Ну вот смотри, на этой неделе Российская сборная взяла серебро В прыжках с трамплина Впервые за последние 50 лет Помогло ли нам Отстранение спортсменов в двух стран? То есть это действительно были лидеры? И именно поэтому, так сказать, Мы приблизились к пьедесталу? Я могу сказать, даже больше Четыре страны отстранили Да, две было прям вообще лидеры Конечно То есть мы там были на Пятое, седьмое, восьмое места Но вот из-за проблем с амуницией Мы продвинулись вверх Слушай, ну это же беда Это же беда, что мы получаем места Только потому, что отстраняют других Ну, по мне тоже кажется Что это нечестно Ну, можно же было привести все К определенным стандартам И до соревнований Чтобы все были в определенной одежде И когда у кого-то там Чуть-чуть больше, у кого-то меньше Нет, я понимаю, я про то, что Бог там с этой одеждой Я про то, что Это не спортивная игра Это показывает уровень подготовки Наши спортсмены Что происходит? Спорт в последнее время В принципе, в него вкладываются И мы, страна-то, не самая южная Скажем так У нас есть регионы, где Постоянно холодно И там можно заниматься Лыжными видами спорта У нас и горы есть Где можно заниматься Лыжными видами спорта И даже уже приводят в порядок Все эти туристические направления В чем проблема? Слушай, ну получается У нас в России Все зимние виды спорта Это как раз Больше туризм Это круто Приехать на выходные Покататься на сноуборде На лыжах По идее с этого все и начинается Да, но вот почему-то Профессионалы у нас Очень сложно переходят Когда была Олимпиада в Сочи Как-то там потянули Иностранных наставников Со всего мира Чтобы у нас были только топы Но как Олимпиада в Сочи Закончилась Как бы потихонечку Узбавилась Да, деньги вкладываются Но в зимних видах Я сам всегда удивляюсь У нас столько снега На севере Как нельзя воспитать Крутых спортсменов Но почему-то Не получается пока Причем сегодня у нас Соревнование проходит И в сноуборде Но там Российской команды нет Или мы там не претендуем? Нет, нет Мы там тоже претендуем Просто Вот это та же Проблема после Сочи У нас были Две золотых медали Виктора Валда Хотя он, конечно Такой нейтрализованный Американец Как-то вот прям Все двигалось-двигалось Но сейчас Это все такое Больше вот фанни Все любят На выходных покататься Но чтобы профессионально У нас вот в Клане Тоже есть Но мы не видим людей Которые, да Куда-то там Выдвигаются Я помню, что у нас Была в Сосновом Бару Если не ошибаюсь Площадка для прыжков С трамплиной Где она сейчас Вот ты помнишь, когда это было? Это было очень давно Мне кажется, это были какие-то 90-е Я помню, мне было года 3-4 Может, 5 лет И она уже была разрушена Да, да, да Мы ходили, просто смотрели на нее Мне кажется, 80-е, конечно Вот там прыгали Я просто не знаю даже куда Потому что там сейчас Через 20 метров забор И я такой Как они вообще прыгали И как это у нас происходило Наверное, тогда еще там не было Зеленстрой Который сейчас Калуга Благоустройство называется Вот Почему-то вот Ну, понятно Проблемы с базами Проблемы с подготовкой Все-таки сейчас Мы на каком месте Общего олимпиады находимся И какие у нас перспективы Мы находимся на 9-м месте Так У нас 11 медалей, но У нас больше всего Медалей получили Нет, у нас сейчас уже не больше Там у кого-то есть 13-14 Дело в том, что считаются золотые Золотых у нас 2 А на первом месте Вроде идет Германия Или Германия Считается 6 медалей золотых Вот, то есть Нужны золотые медали У нас как-то вот так Мы начали неплохо Но вот несколько неудач В том же биатлоне Который в России Очень сильно любят На мое удивление Даже больше Женщины Девушки Очень пристально следят Вот у нас там была возможность Еще одну медаль выиграть Тем более золотую Ну, промах И все Хорошо, промахи Ладно, будем смотреть На перспективу Скандал с Камилой Валеевой Как ты его можешь прокомментировать? Что это вообще было? То есть это попытка Удержать лидера, очевидно Потому что я Я правда посмотрел ее выступление Я просто в шоке был Она невероятная Нет, девочка, которая в 15 лет Делает там Такое Что просто Еще никому не подвластна Ну, понятно, что Скорее всего, это политика Если уж начали говорить Что в декабре Какие-то там проблемы возникли И только сейчас Ну, и мы ведь отдадут золотую медаль На данном, мне говорят, что Во-первых, она выходила Уже тренировалась И она, скорее всего В индивидуальной программе Будет участвовать Просто непонятно В какой форме Тут, мне кажется Даже вернут они золото Но вся команда По фигурному катанию Ну, мне кажется Деморализован Да, мне кажется Посыпется Камила выходила на тренировки И, как говорят Просто Падала Да, падала Падала И, как бы Вот тут, скорее Хорошо, вернут они нам одно золото Но несколько медалей Мы можем потерять Потому что Я не знаю Какая там обстановка Но, как мне кажется Там очень негативно Все спортсмены Я уверен Будут на нее смотреть Теперь по-другому И это будет накаляться И это, конечно Очень сильно повлияет Хочется верить Камила, держись Камила, держись Да, ты вышла С таким настроем Ты действительно Получала удовольствие От этого катания И мы все Тебя поддерживаем Вся Калужская область За тебя Вся Россия За тебя Что-то наговорить Так, значит Сегодня мы надеемся На Александра В лыжных гонках Далее Какие у нас перспективы На следующие дни То есть Где мы еще можем Поднабрать золото Ну, хоккей Хочется верить Правда Нас сейчас играют И опять у нас Первый период 0-0 У нас сборная Играет сейчас С датчанами Да, 0-0 На бумаге У нас просто Лучшая команда По игре Сейчас Ну, такого Сказать нельзя Но надеюсь Что парни Вкатятся Вот И в финале Мы обыграем Хоть какую-никакую Канаду Как всегда Биатлон Хочется верить Вот у нас Как-то получается Вроде нет-нет-нет Результатов Но будет эстафета И я уверен Что наши парни Или девчонки Хорошо Самый важный вопрос Для всех калужан Горнолыжник Александр Андриенко Из Калужской области Готовится Показать себя 13 февраля Ты связывался Со спортсменом Общался с ним? Нет Так Скажу Нет, не потому Что я не хотел С ним связаться Очень много тренировок И сейчас Спортсмен отстранился И целенаправленно Готовится К своему Главному старту жизни Он сказал Что после Уже выступления Он будет давать Какие-то интервью Сейчас на данный момент На что-то больше Он не готов Какой у него рейтинг? На что он может Рассчитывать Именно в этом виде спорта? Ну если честно Так Ну он входит вообще Ну здесь он в топ 30 Но даже можно сказать Топ 40 То есть тоже Хочется верить Что вот все сойдется И ну это у тебя две попытки В принципе все равны Там не такие большие отставания По времени Но он ходит все-таки В топ 30 Вот чтобы побороться За медали Нужно прям очень Очень быстро спуститься В любом случае Мы надеемся На самый лучший результат И ждем Александра Андреенко В нашей студии Утро первых Сразу после Олимпиады Мы постараемся Выйти с ним на связь И пригласить его Для того чтобы с ним пообщаться И чтобы он поделился Этими впечатлениями Ну что ж Еще раз напоминаю У нас автор ведущей программы На спорте Антон Носов в гостях А мы продолжаем Утро первых Российская сборная Не перестает удивлять Нас своими результатами На Олимпиаде в Пекине По общему количеству наград Мы не сдаем позиций И держимся в лидерах Медального зачета Конечно Вклад спортсменов Полученные награды Не оценим Но и здесь Не обошлось Без помощи болельщиков Социальные сети Пестрят трендами В поддержку наших спортсменов Подробнее об этом Расскажу прямо сейчас Эти слова уже давно Стали ассоциироваться Не только со строчками Известной песни Группы Queen Но и с трендом В поддержку Российских олимпийцев Все дело в том Что наша сборная Уже не первый год Выступает под флагом Российского Олимпийского комитета Именно эта аббревиатура И скрывается В строчке песни Пользователи стали Использовать это выражение Как хэштег Под видео В поддержку олимпийцев Суть тренда Бросить снижу в камеру С напутственными словами Хэштег набрал уже Больше 250 миллионов просмотров И это только Первая неделя Олимпиады К тренду присоединяются Даже звезды Так на днях Боец ММА Джефф Монсон Поддержал флешмоб И записал ролик Для российских спортсменов Привет Россия Снег и зима Очень важны Для России Я желаю Уточие Спортсмен России На Олимпиаде Привет Россия А российский певец Дима Пилана Публиковал новую версию клипа На песню Ради побед На своей странице В инстаграме Таким образом Музыкант поддержал Наших спортсменов Свою публикацию Он также Сопроводил Хэштегом We will rock you Но поддерживают Олимпийскую команду Не только россияне Китайцы Назвали фигуристку Камилу Валиеву Нимфой После ее победы Там В честь Российской спортсменки Появился целый тренд С хэштегом Фигуристка Кей Бао Состоящий из буквы Кей Первой в имени Валиевой И Бао Что в переводе С китайского Драгоценность Тренд набрал В китайской социальной сети Более 30 миллионов Просмотров Кстати Калужане У нас есть свой тренд В поддержку Горнолыжника Александра Андриенко Он будет представлять Наш регион На играх в Пекине Уже в эти выходные Минспорта запустила Целый флешмоб Болельщикам предлагают Придумать лечевку Стихотворение Или снять видеоролик И выложить в сеть В посте с поддержкой Необходимо отметить Министерство спорта региона А также добавить Фиштыги Которые вы видите на экране Желаем рекордов В том числе В гонке за трендами Но некоторые из них Дома Точно не поймут Итак, друзья Ну последний Так сказать Новости С войны Практически Ледовой Которая происходит Сейчас на Олимпиаде В Пекине Там как раз Российские хоккеисты В третьем периоде Уже играют Вместе со сборной Дании И пока что Счет 1 в 0 В нашу пользу До окончания Третьего периода Остается менее 10 минут Мы надеемся Что наши ребята Не подкачают Ну что ж Мы сделали все Что ваше пробуждение Было ярким и интересным Каким будет день Зависит исключительно От вас Утро первых До встречи завтра Ровно в 7 часов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин